НРАДИО ГОСТЬ В СТУДИИ Расскажите, чем будете удивлять? Приготовление идет полным ходом. К нам едут самые прекрасные цветы, экзоты, пеновидные розы, едут сюльпаны, едет сирень, едут всевозможные экзотические цветы наподобие протеи и банкси. В общем, удивить мы готовы всем чем угодно. А как они, кстати, едут? Как перевозят цветы? Цветы перевозят в коробках, в основном на сухую. Некоторые цветы перевозят уже специально на воде. Здесь мы их уже принимаем, чистим, обрабатываем, также ставим на воду, подрезаем, и они уже готовы к работе. Сейчас какие цветочные композиции самые популярные, может быть, уже заказы заранее идут, чтобы успеть этот букетик себе на 14 февраля забронировать? Стандартные розы или что-то нижегородцы предпочитают пооригинальнее? Сейчас бум на аранункулюсы. Что это такое? Это цветочки, просто народе лютики, на самом деле. Ага, то есть такие маленькие, да, цветочки? Они на самом деле не маленькие, они очень такие объемные, но очень стойкие, классные, нежные, и девушки их очень любят. И как альтернатива розе, прекрасная альтернатива. Маленький, миленький цветочек, не ромашки. А что в целом в моде? Какая упаковка, цветовые гаммы? Вот в пленочку заворачивают сейчас? Нет, нет, ни в коем случае, никаких пленочек, это чисто технический материал. А газетка? Есть только крафт, стильный модный крафт. Что касается упаковок, то в основном это всевозможная бумага, матовая бумага, которая не намокает в воде. Это очень удобно при постановке в вазы. Это такая специальная бумага для цветов, то есть для флористов, да, ее сделали? Да, это упаковочная бумага, она бывает невероятных классных оттенков, пудровых, таких приглушенных, которые не перебивают красоту самих цветов. А также, конечно же, это шляпные коробки всевозможных размеров и форм в виде сердец, с какими-то кармашками, в которые можно положить кольцо, например, да, либо какой-то подарок, то есть совместить приятное и полезное. Это вот та история, когда к тебе приходит коробочка, открываешь, а там цветы и что-то еще, какие-то сладости, подарки, такое все в одном. А цветовые гаммы вообще, они, есть тоже на них мода или вот что душе угодно? Конечно, мы следим за модой, всем известно, что Пантон объявил цветом 2018 года ультрафиолет. Есть такие цветочки ультрафиолетовые? Конечно, безусловно, фиолетовых цветов очень много, очень классные есть анимоны, розы фиолетовых оттенков, гиацинты фиолетовых оттенков, поэтому... Есть из чего выбрать? Да, желание любой модницы мы можем удовлетворить. А говорят же, что фиолетовый цвет депрессии. Ну, есть такое, да, в психологии, на самом деле, но мы не верим в это. Никогда речь идет о цветах. Ты знаешь, девушке подаришь цветок любого цвета, никакой депрессии как раз и не будет. Вот опять же, в прошлом году было такое, знаете, ближе к фисташкам цвета, но почему-то вот в трендах цветочных это никак не отразилось. Вот как пользовались, знаете, вот я просто, почему говорю, потому что часто вижу, как дарят букеты, и пользовались вот этим, знаете, вот рустик и все прочее, такие вот нежно-зеленые или там такие серо-зеленые цветы и все. Вот как-то у нас с трендами пока не очень. Может быть, есть что-то революционное, вы можете предложить, что-то экстравагантное, вот опять же, следуя новым трендам? Если не хочется именно делать акцент на цветы какого-то определенного оттенка, то мы всегда можем обыграть это упаковкой либо коробкой, например. Вот, здорово. А мне интересно, мужчинам дарят сегодня цветы? Вот на 23 февраля поступают к вам заказы? Да, конечно. Наконец-то к нам приходит уже осознание того, что мужчинам тоже можно и нужно дарить цветы. Как то, сын. Какие? Какие? Расскажите, вот чтобы и мужчину вроде бы как-то не обидеть и сделать ему приятное. Есть правило? Это цветы в основном на стебле, который стремится ввысь. Это цветы-экзоты, такие как леокосперум, такие как банксия. Они переходят в разряд сухоцветов и долго радуют вашего мужчину, например. И у него не возникнет каких-то непонятных ассоциаций, если, допустим, подарить какие-то мелкие цветочки. То есть это должен быть крупный какой-то цветок, да? Он должен быть один или небольшое количество, правильно? Да, да, это, как правило, не большие буки. О, я догадалась. Цены на праздники взлетают, мы все это видим невооруженным взглядом. Самый бюджетный вариант в этом году во сколько обойдется? Вот, например, на 14 февраля, если мы берем. На самом деле цены, например, в нашей студии поднимутся максимум на 10%, то есть не будет какого-то такого ажиотажа на это. Минимальный размер на букет, порядка 700 рублей мы можем собрать классный букет-комплимент в классной упаковке. Здорово. А самый дорогой, который вам приходилось собирать, что в него входило? Вот мне просто интересно. Расскажите о том самом мужчине, который наверняка дарил своей женщине, что? Какой самый дорогой шикарный букет? Это был букет на 7 тысяч рублей. Я думала, вы скажете, 7 тысяч рост сейчас. Нет, 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 он был просто гигантский, просто гигантский букет размером почти с девушку, наверное. Шикарно. Мужчины, запомните, всего лишь 7 тысяч рублей гигантский букет размером с девушкой. А я считаю, что это, ну, это позерство, вот дарить такие большие букеты, когда, знаете, там... А может быть, это любовь, Андрей, давайте не будем об этом спорить. Ну, куда вот их девать потом? Вот как за ними ухаживать? Любоваться, любоваться. Любоваться нужно, ну да. Да, ты девушка любуешься, она цветами, все правильно. Екатерина, скажите, а цветочный этикет сейчас действует? Вот, например, бордовые розы нужно женщинам в возрасте дарить. Светлые оттенки, а молодым. Или это такая условность, которая ушла в прошлое? Это на самом деле условность, потому что сейчас тенденции красоты шагнули далеко вперед, и далеко не по каждой девушке и женщине можно понять, сколько ей лет, слава богу. Ну да, это хорошая тенденция. Вот, поэтому и молодым таким экспрессивным девушкам можно подарить букет в стиле бордо, а так и женщинам элегантного возраста мы можем подарить букет кремовых оттенков, который очень упорядует, не будет раздражать этот красный цвет, который, как мы знаем, поднимает давление и так далее. Вот так, а я наоборот, как-то в моем представлении всегда бордовый цвет, это более возрастной букет. Вы сломали мой стереотип. А сейчас вот, внимание, внимание, практически перед завершением беседы, все, кто любит конкурсы, легкие подарки. Екатерина, я знаю, готова подарить букетик тому, кто первым правильно ответит на вопрос, из какой цветочной студии сегодня пришла наша гостья. Название и небольшая подсказка, из этого делают мед и напиток «Л». Жалко, я не могу участвовать, я буду прямо сюда вынесли. Кто нас слушал внимательно, из какой студии наши гости? Название из этого делают мед и напиток. Пишите на 89-200-150-600, это номер нашего Вайбера. Первый, кто ответит правильно, тот заберет букет от Екатерины. Да, Екатерина, пока мы ждем правильного ответа, скажите, вообще, на что стоит обратить внимание при выборе букета, чтобы он не только глаз радовал, но и долго стоял? Может быть, хитрости какие-то подскажете? Если это касается росту, бутон должен быть очень плотный, возможно, ветровые лепестки, которые называются... Рубашкой. Рубашкой, да. Которые не очень еще вот так выглядят, да, и кажется, что цветочек уже пожух. На самом деле, они как раз предотвращают раскрытие цветка, очень быстрое. Поэтому, если они есть, то это классно. Берите такие розы, они у вас простые достаточно долго. Ну и потом момент, конечно, тот, что вы все-таки покупаете живой организм, за ним нужен должный ход в домашних условиях, непосредственно подрезать его перед постановкой воду. Вода и вазы должны быть чистые, тогда они будут вас радовать. А вот эти вот таблеточки бросить, там анальги, ну вот советы такие народные, они действуют? Нет, на это не нужно обращать внимания. То есть просто чистая вода? Да, да. Подрезать? Регулярная подрезка. Ничего такого сверхъестественного. Есть у нас победитель, зовут девушку Лилия, она ответила правильно. Вот цветочная. Да, вот собственно, Лилия, мы с вами свяжемся и расскажем, как сможете заполучить букет. Все правильно. Вереск, правильный вариант ответа, вот так называется цветочная студия, которая представляет Екатерина. И вот Екатерина, огромное вам спасибо за то, что вы рассказали о том, какие тренды и как выбирать. Потому что вот мужчинам, как правило, это дается сложнее всего. Но девушки приходят, они разбираются в этом. Да, конечно. Вот эти все гиацинты, альстромерии, это я запомнил не с первого раза. Так что, друзья, приглашаем за цветами и радуйте девушек. Екатерина Миханцева, основатель цветочной студии «Вереск», была в нашей студии. Хорошего вам дня. Спасибо. И приятных клиентов, что ли, я не знаю, мужчин, которые дарят своим любимым прекрасные букеты. Спасибо вам. Спасибо.